В здании кадетского корпуса встретились два поколения, два времени, мирное и военное. Я три раза раненый был, конечно, не очень хорошо себя чувствую, но вот пришел с вами постричаться. Героя Великой Отечественной войны Василия Панова кадеты встречают стоя. Будущие защитники Отечества собрались в актовом зале, чтобы из первых уст услышать истории военных лет. Василий Никифорович вспоминает, как в одиночку бился против целой роты фашистов. Мне они как на ладони были. Ну вот я там три раза провел, значит, и он на гашетке, это самое, как вот ствол там и там, значит, он как швейная машина чукает, и там ни одной пули никуда мимо не пролетит. Когда они очухались, они по мне открылись, да, вот как бы перебили вот эти два сустава. За этот подвиг Василий Никифорович удостоился ордена Красной Звезды, а военном бесстрашии 95-летнего ветерана видно по его мундиру, сплошь увешанного медалями. Встречи с ветеранами для кадетов стали хорошей традицией. Младшее поколение учится у старшего, как надо родину любить. Нашему корпусу как бы выпала честь принимать такого гостя. Ну и данный ветеран является для наших кадет примером для подражания. Я думаю, что все кадеты должны стремиться быть похожими на него. К неполной разборке автомата. Приступим. Молодые защитники в военном искусстве подготовлены на отлично. Как признался сам ветеран, растет достойная смена. Автомат собирают в два раза быстрее положенного норматива, разбирают также на 11 секунд расторопнее. Пять выстрелов огонь. Кадеты не только быстрые, но и меткие. Я вдохновилась их примером и решила попробовать свои силы. Чтобы попасть в яблочко, у меня, что называется, есть всего одна попытка. Я уже выстрелила. Лучшие из них продемонстрируют свои навыки в День Победы. 9 мая пройдет финал военно-спортивной игры, посвященной памятной дате. Два поколения снова встретятся вместе. Одни, чтобы поучиться, другие, чтобы поделиться опытом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова